Это весьма известный художник, точнее знаменитый автор, яркий представитель объединения Союз Вольных Художных Киев, воля обусмерть или жлобизма. На сегодня Союз Жлобистов или Жлобство включает уже семь популярных художников, в творчестве которых в псевдо-наивном стиле воспроизводится такая наша специфическая реальность. Киевлянин Иван Семисюк, как и другие вольные художники, вживается в вышеозначенный образ жлоба. Но, как любая имитация, не очень-то достоверна. Зато работы, полотна, скульптуры, объекты и флагштоки убедительны. Они разнообразны, едкие и точные в деталях. Иван Семисюк уверяет, что жлобство – сугубо национальное, украинское явление, феномен, чуть ли не достояние. Жлоб, он же в центральной Украине. Когут, в западной – Рогуль. В восточной и на юге спецнаименования не имеют, видимо, в связи с массовостью явления. Это фиксация просто явища. Просто фиксация явища. И все, не больше того. Снимать? Снимаю. Фиксация явища очень актуальна, может быть, единую актуальную явищу в Украине. Ну и что? Что с того, чтобы ее зафиксировать? Что дальше? Это такая игра, очень интересная и актуальна для меня, особенно. Отображая и воспроизводя жлоба, представители объединения «Союз вольных художных Киев» «Воля обу смерть» как бы подносят к самому нашему носу отражение подобных субъектов. Жаргонная, бранная лексика которых и хамское поведение стало едва ли уже не нормой. То, что в любом европейском государстве однозначно классифицируется как бандитизм и искореняется на корню, у нас остается предметом исключительно художественной рефлексии.